Толстой Толстой Страна — это нечто экзистенциально, метафизически, чувственно-несомненное. Не надо объяснять человеку, что такое Родина. Ник можно осуществлять вокруг чего-то несомненного и являющегося достаточно насыщенным страстью, подлинностью, серьезностью. За всё надо чем-то платить. Это и есть закон жертвы. Принести жертву можно только когда есть вера и любовь. А также надежда на то, что нечто будет осуществлено, а не плосдивасовски обозначено ради того, чтобы Питл, именуемый «Ненормальная Россия», отысковал. Расчинные телегины из романа, созданного в определенную эпоху — это одно, хотя и в романе говорится о муках. А реальный прототип — это другое. Они прекрасно понимали, что идут к красным под некую условную договоренность, которая впоследствии будет разорвана. Понимали, что для них все может обернуться расстрельными рвами и заполняемыми гулагами. Но шли. Почему? Потому что судьба их Родины была для них важнее их собственной судьбы. А также потому, что их вчерашние враги, которых теперь они же должны были поддержать, не пиаром занимались, а сами надрывали своими Родины. Верили и надрывались. Надрывались и верили. Но это идеологическая консолидация. Извините, но это не присоединение к кайфу Нормалька, который в итоге стал общим знаменателем путинизма, еще и прикола, типа, развития, который должен стать общим знаменателем постпутинского периода. Так не выйдет. Либо у слова развития возникнет очень мощное и жгучее наполнение. Либо никакого ника вокруг этого слова соорудить не удастся. Ник, напоминаю, это надидеологический консенсус. Консенсус на хлебу, консенсус без наполнения – это абсолютно невозможно. Но о каком же наполнении может идти речь? Политехнологи чураются высокого стиля и любят обвинять сторонников подобного стиля в неэффективности. По большому счету, неэффективны сами эти политтехнологи. Но для того, чтобы дискутировать по любому вопросу, нужно находить общую территорию. В том числе и с теми же политтехнологами. Тем более, что в чем-то они правы. Высокий стиль зачастую не впрямь соседствует с политической беспомощностью. Используя высокий стиль, я мог бы говорить о словах благодатных и безблагостных, живых и мертвых. Но, делая уступку политтехнологам, какая же дискуссия без уступок? Я буду говорить о заряженном и незаряженном. О заряженности слов психологи говорят, как минимум, с эпохи Фрейда. А в сущности, и до этого. У слойки вправду есть заряд. Фрейд связывал этот заряд с энергией Роса. И утверждал, что и слова, и предметы, и действия могут быть заряжены этой самой энергией, которую он долго считал универсальной. А могут быть этой энергии лишены. Слова, лишенные энергии, не способны ни на что воздействовать. Слова, заряженные энергией, воздействуют тем больше, чем больше энергии. И чем она выше по своему качеству. Господа кремлевские политтехнологи. Вы можете формально вводить любые ники. Но если вы не можете ники зарядить этой самой энергией, то это никакие не ники, а мертвые слова. Помните Гумилева? И, как челы в уле опустелом, дурно пахнут мертвые слова, ник не может быть мертвым словом. Ник может быть только словом живым. О заряженности или разряженности ников я говорю лишь для того, чтобы не использовать высокого стиля, смотри выше. Слово живое — это высокий стиль. О заряженности, о том, что есть заряженные и разряженные бренды, знают даже те, кто до нельзя чурается высокого стиля. Все вплоть до рекламщиков. Не удалось зарядить слова и предметы, входящие в плакат или ролик, никто не кинется покупать рекламируемое. Ник, конечно же, не рекламная чушь. Но давайте все же используем по отношению к нему понятие заряженность. Ведь ник это во многом конструкция. Концентратором подлинной страсти или живого слова является аутентичный смысл, а не компромиссный, ник всегда компромиссен, смысл и конструкт. Предложить и ранним христианам пожертвовать Христом ради Рима ничего не выйдет. Но именно их вера в итоге спасла Рим, на малое время, и Визанцию, на тысячелетие, и всю европейскую цивилизацию. Зарядить ник страна, казалось бы, совсем не трудно. Страна является в какой-то мере естественным коллектором национальной энергии. Так-то оно так, но и не вполне так. Ибо на алтарь ник страна должны были быть положены человеческие судьбы. Убитые в Чечне и других горячих точках, их родственники, близкие, а еще социальные интересы, а еще ценности, причем далеко не второстепенные, да мало ли еще что, но в каком-то смысле ник страна это органический коллектор энергии, а ник развития, разумеется, ник развития зарядить намного труднее, нежели ник страна. А платить за развитие ту или иную цену, то есть жертвовать, несомненно придется. Для того, чтобы в плане развития хоть что-то сдвинулось с мертвой точки, в жертву, да да, жертву, развитие должно быть принесено очень многое карьерные и клоновые интересы, идеологические предпочтения, расхождение по принципу свой-чужой, в каком-то смысле даже и социальные интересы. Но именно в каком-то смысле. Потому что нельзя требовать от сброшенных на социальное дно масс жертв во имя развития и предъявлять этим массам антижертвенную, гипергетонистическую, шипущую элиту. Такая энергетологическая сборка исключена. Конечно, можно сказать, что нам уже не придется чем-то жертвовать ради чего-то, что развитие будет сопровождаться неуклонным ростом благосостояния всех труб, прошу прощения, всего российского населения. Непонятен только смысл подобных благопустопорожностей. Выборы вроде бы позади, да и те, кто голосовал за неуклонный рост всеобщего благосостояния, опуская бюро венгурну, понимал, в жизни надо платить за все. Платить значит жертвовать. Консолидация через развитие, масштабная энергетизация понятия развития, придание слову развития жизненности, заряженности, насыщение его энергетическими препарациями, возможно ли все это в 2009 году? В 1959 или даже 1969 году это было возможно. А теперь? О гарантированном успехе подобной энергетизации слова о развитии сегодня могут говорить либо абсолютно циничные, либо абсолютно наивные неумные люди. Население как-то адаптировалось к новому базису, а также порожденные у далеко не безусловной надстройки. Оно страшно сказать адаптировалось к регрессу. Оно не ждет перемен, как в конце 80-х годов. Оно ненавидит эти самые перемены, боится их пуще всего на свете. Советский потенциал развития однулен. В лучшем случае подарен Западу, обычно в таких случаях говорят за спасибо. Но тут даже не за спасибо, а за клевок в лицо. Зарядить слово развитие в 2009 году в сотни раз труднее, чем в указанной мною выше советский период. В тысячи раз труднее, чем в 1986 метров. А ведь НИК-2 надо насыщать большим количеством достаточно высококачественной энергии любви. Это вам не реклама обуви и не политреклама. Энергетизация тут должна быть не обыкакой, а чрезвычайно мощной. Предположим, что вы осуществили слабую энергетизацию и начали проект НИК-2, рассказать, как его поломают. Людей будут переключать на то, что имеет неизмеримо большую энергийность и притягательность. Вы им про развитие, а ваши конкуренты, ну не про корабль, как в конце 80-х годов прошлого века, а про чкирийскую независимость. Или про ритуальное убийство царя и времени. Могу ли про что? Найдется про что? Зарядить нечто соседней энергии конкурирующей любви или энергии ненависти, что? Мы не помним, как исполнялся подобный номер в различные эпохи нашей истории, в перестроечные годы в том числе. Помним мы про это? Помним мы про то, как преодолевались тогда те или иные энергетизации, нацеленные на деструкцию? Есть такое простое понятие «надравить». Люди недовольны. Они иногда вообще не знают точно, чем они недовольны. Люди не всегда, кстати, знают, чем они довольны. А уж чем они конкретно недовольны, это бы они, как ни странно, очень часто не знают. Но это не значит, что нет недовольства. Оно может быть ни на что не замкнуто до поры до времени. И при этом разлито в воздухе. Пока оно разлито в воздухе, нет инструмента реальной деструкции. Инструмент появляется только тогда, когда вся эта разлетает в воздухе, энергия недовольства замыкается на нечто конкретное. Например, на какого-нибудь раздражающую политическую фигуру. Таковой может быть одиозный политик, коррумпированный чиновник, начальник, не справляющийся с ситуацией, знаковое лицо, с которым та или иная нация связывает свои бедствия, и так далее. Итак, деструктором для того, чтобы начать действовать, нужно замкнуть разлитое в воздухе недовольство на конкретный раздражитель. То есть этот самый предмет насытит негативной энергией. Между прочим, предметом может быть не только человек, но и... Когда-то, где-то, для кого-то Лубянка, когда-то, где-то, для кого-то Макзолей, когда-то, где-то, для кого-то памятник Пушкину и так далее. Как только разлетает в воздухе деструктивная энергия и замыкается на конкретный раздражитель, можно обеспечить некое начальное действие. Разрушить памятник, атаковать правительственное здание, в котором находится одиозная фигура. Это начальное действие вызывает противодействие. За счет такого противодействия действие, во-первых, усиливается. Но это не все. Тут обычно изменяют саму направленность действия. Как? Сопрягая частные с общим, одиозную фигуру с государством. Для противодействия деструкции надо помешать такому сопряжению. Буквально разорвав ложную связь между частным и общим. В национальном регионе кипят страсти. Кто-то канализирует всю эту негативную страсть и выдвигает лозунг. Долой Визирова. Первый секретарь СКПС Азербайджана в конце 80-х, а то и Долой Горбачева. Толпа кидается на здание, где находится Визиров. Милицию ее туда не пускает. Толпа еще больше заводится. И тут кто-то меняет лозунг. И вместо Долой Горбачева выкрикивается Долой Ссор. И люби русских. У вас есть минимальное время на то, чтобы эту ложную связку разорвать, чтобы помешать перенести негативную энергетизацию с частного на общее. Как это делается? В каждом конкретном случае это делается по-разному. Но в принципе общая схема существует. И она отражена даже в полинах. Не заради князя Владимира, а заради земли свято-русской, заради жен, сирот, детей и малых. Так Илья Муромец, посаженный князем Владимиром в узелище, униженный ему поругомный, объясняет, почему он будет защищать ненавидимого князя от иноземных орд. Не князя, мол, он будет защищать как нечто частное, а нечто общее. И не надо, мол, подменять одно другим, осуществлять ложное сопряжение. Что это значит применительно к тому, что мы рассматриваем теперь? Вы, вводя новый ник, должны сказать, не заради земли свято-русской, не заради родины, а заради развития. Тогда вас попросят объяснить, что это такое. Кто будет объяснять и на каком языке? Это полностью определяется вашим активом. Как политическим, так и административным. Полюбить можно лишь узнаваемо. И в узнаваемости своей находящий отклик в душе. В неграх нынешнего незастой должны найтись люди, адекватные темы развития. И обсуждающие ее серьезно, профессионально и страстно. Страсть это не истерика, не пафос, не трескучий болтанья. Русская классика давно тут все определила с абсолютной точностью. Я знал одну лишь дума власть, одну напламенную страсть. Где дума власть, там и страсть. Человек может быть сух и конкретен. Но при этом абсолютно сосредоточен на этой главной и единственной думе. А раз так сосредоточен, то серьезен. Это можно уподобить огню. Когда огня, что называется, да и больше, общество напоминает кипящую лаву. Когда огня становится меньше, с обществом происходит то же, что и с этой лавы. Остывая, она покрывается коркой. Или коростой. Это остывшая короста, корка, и представляет собой застой. Чем толще корка, тем всепобедительнее застой. Пока под коркой есть огонь, окончательная победа застой невозможна. Но при очень толстых корках лава меняет качество. Она сама, не корка, а лавовый остаток, наполняется ядовитыми газами, другими продуктами подкорочного метаболизма. Борясь с застоем, вы пробиваете корку, пусть выйдет лава. А лава-то уже того, в этом одна из тайн так называемой перестройки. Но об этом позже. Сейчас о коре застоя. В ней самой нет огня серьезности, страстности, глубины. Но под ней огонь еще теплится. Под коркой брежневского застой была, например, не до конца остывшая советская проектная лава. И пока она была, пока шло от нее какое-то остаточное тепло, даже не хватавшие звезд с неба аппаратчики могли говорить на языке амбицию развития. Языке, хранящем память об этом самом огне. А были тогда и другие люди, люди огня. Они философы, системщики, технократы, деятели культуры страстной и серьезно говорили об амбициях развития, считая себя частью миропроектного целого, несущего огонь развития человечеству. И все это как-то соотносилось с огнем. Мне скажут, что амбиции штука не безусловная. И что чем скромнее, тем лучше. Не спорю, скромность это одно из драгоценных человеческих качеств. Но рядом с ним не только его антагонист, чванство, важничание, но и двойник. Отсутствие уважения к себе. И не только к себе, но и к тому, чем ты занимаешься. Преснопамятная шутка застойных лет. Ранний репрессанс, поздний реабилитанс и сусси-реализм. Коросты это силсу на нужную тему. Хрущев у власти одна тема. Брежнев другая. Переход от одной темы к другой осуществляется на раз. Разговор же на любую тему ведется на этом самом силсу языке. Потому что никакого интереса к теме нет. Есть интерес к чему угодно другому карьере, интригам. Но только не к теме. Когда о родине говорят на языке суссу, это может сойти, поскольку и без слов, даже вопреки им, родина тело огненное. И тем не менее, сусси по поводу родины это суссу-стабилизанс. Что такое суссу-стабилизанс мы знаем. Знаем, как вдруг обнаружили в себе непоколебимых патриотов и даже националистов люди, которые перед этим говорили о патриотизме, а уж о национализме тем более, с отвращением и ненавистью. Если суссу-развитанц заменит суссу-стабилизанс, то развития не будет. А в силу специфики тематики развития будет очень быстро и сокрушительная фиаско. Ибо обнюдь не тело огненное, это самое развитие для сегодняшнего общества. Огонь надо зажигать заново. Зажиг чего невероятно трудно. Подкорка не застой, не советская лава. Там у твошь названа в 4D, вы сказали хоть с какой-то степенью неопределенности о развитии. На ваш зов откликнется 4G-меришн. Она устроит такой танец вокруг темы развития, что мало не покажется. Суссу-4-то-тлипучка. Есть, говорят, такой вид нелетального оружия. Люди рвутся в бой. На них этим побрызгали. Они лежат спеленутые. Наподобие мух, прилипших к лепкой ленте. И ждут, пока силы, использовавшие такую нелеталку, распорядятся так или иначе их судьбами. Добьют ли, или освободят и угонят в плен. Парадоксальное свойство нынешней социокультурной и политической ситуации состоит в том, что эту липучку набросят на развитие не враг, а система. В силу ее застойных качеств, помноженных на фактор 4G-меришн. И каждый российский политик, выдвигая ник, должен отдавать себе отчет в том, что это-то произойдет в первую очередь. Коммунистический проект погубил застойный кастинг. Но некое достоинство языка сохранялось вплоть до 1987 года. Функционеры, не имеющие ничего общего с коммунизмом, могли воспользоваться разработанным языком и в чем-то были ответственны перед этим языком, охранящимся в нем огненном начале. Генеральный секретарь ЦКПС не мог не начать отчетный доклад съезду ЦКПС с какой-то адресацией к содержанию всемирно-исторической эпохи. Любой аппаратчик, используя язык, должен был прямо или косвенно затрагивать, если не выше, то высокие уровни проблемы развития. Для аппаратчика из 4G нерыш нет никакой обусловленности системы, языком или чем бы то ни было еще. Его силы все оторваны от этих обусловленностей. Бойко высказывать сон готов на любую тему. От языка, на котором говорят о развитии, он отчужден на протяжении двух десятилетий. Его научили говорить на языке для цивилизованных туземцев, которые должны правильно взаимодействовать с международными организациями, помогающими туземцам нецивилизованным превращаться в туземцев цивилизованных. На этом языке он и будет формировать тексты, исходя из сверхпонятного для него и его системы принципа. Начальство сказало, поручило, надо выполнять стиль выполнения сусю. Сусю чего? На этот раз разве танца? Язык? Какой есть самый передовой на свете? Он же международно обусловленный передовой язык по превращению туземцев нецивилизованных в цивилизованных. Ни о чем плохом такой представитель 4Generation не думает и считает себя вовсе не 4Generation, а нормальным. Что значит нормальным? Как говорится, смотри все вышеизложенное. Хотя то он ничего плохого не хочет, а получается следующее. Во-первых, это самая клейкая нелеталка, облепляющая идеи развития, призванную породить Ник-2. Облепляя ее слой за слоем, один высокостатусный текст, другой, третий, эта нелеталка гарантированно убивает Ник-2. Во-вторых, исполнителю этого нелетального действия неведомо, что его отечество ценимо миром, тем самым, который он называет нормальным, лишь постольку, поскольку это отечество сохраняет в себе потенциал ненормальности. Он же потенциал стратегии развития. Продуцирует уземные тексты, исполнитель подрывает все, что дает его отечеству право на жизнь и место в 21-м столетии, надежду, что на этой почве взрастет нечто всемирно-исторически важное, касающееся судебразвития. Почему взрастет? Потому что почва такая. Потому что игру, знаете ли, сменить не удалось. Российская либеральная фронта подняла знакомые до болиха по поводу подготовки концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Ах, видите ли, до 2020. Нынешнее поколение россиян будет жить при, в тенизме, в ведисме, хихе, хаха. Мне этот тип отношений глубочайший не симпатичен. Я бы без них стал заинтересованно разбираться с концепцией. А уж после таких оценок, а вдруг люди, пусть и с совсем другими, чем у меня, представлениями о том, что такое развитие, хотят это развитие, хотя бы предъявить как возможность, а если еще и в какой-то степени обеспечить? Не моя аксиология? И что? НИК-1 мы осуществили на основе на дидеологической сборке, может быть, и НИК-2 оселим? Не будет развития страны, не будет. А будет страна, и дры стоя все перебивут. Ядро воспроизведет константы исторических жизней с поправкой на новую реальность. Нет, не с позиции прохи, а с культивизмом начал я заниматься этой самой концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Но и без шарапания в противоположной крайности. Я стал вчитываться и анализировать, и снова вчитываться, и снова анализировать. И вот что я обнаружил в итоге еще восьмой 2008 года, затратив тогда достаточно много труда и времени. Часть 1. Высказывание, превращающееся в ядро тексты, анализируемый в качестве такового. Глава 13. Нормальность в понимании МЭРТ. Питаться слухами я не хотел. Я вышел на официальный сайт Министерства экономического развития и торговли МЭРТ. Там было сказано, что официального готового текста нет, что этот текст дорабатывается с учетом выступления ВЭПУТИНа на расширенном госсовете 8 февраля 2008 года, а также будет для уточнения и согласования по Министерству, ведомству на бизнес-корпорации. Я категорически не хотел цепляться за дефекты недоработанных документов. Все, что меня интересует из тогдашнего опыта столкновения с начальной фазой разработки, отчасти, конечно же, являющейся ответственно стратегическое, как я уже показал, обращение высшего руководства России к теме развития, это негативная диалектика.